всем привет сегодня мы с вами соберем сумку в роддом у меня будет три сумки и 3 значит вот эта сумка идет в родильное отделение вот это в послеродовое и тут всякие мелочи всякие гигиенические штучки для мамы ну и что же я беру с собой в роддом это одноразовые пеленки впитывающие фирма непи club такие есть 10 штучек так вкладыши для груди анатомической формы здесь 30 штучек они супер сорбентом получается опять же фирма непи club памперсы подгузники до премиума 35 килограмм берем 26 штучек я беру целую пачку с собой и снова эта фирма непи club это для мамы получается трусики гигиенические здесь 5 штучек я думаю что мне хватит тоже остановилась на фирме на пик лап салфетки влажные гигиенические детские здесь 80 штучек пачки нам вполне хватит фирма на пик лап вот такую пеленочку она получается многоразовая хлопковая муслиновая 120 на 120 тоже фирма на пик лап так это у нас гель для подмывания младенцев до деликатное очищение тоже фирма на пик лап тоже берем с собой и обязательно крем под подгузник есть 99 процентов натуральных ингредиентов с самого рождения на пик лап я не знаю пригодится ли нам пустышка это полностью получается силиконовая соска пустышка этой же фирмы не на пик лап сто процентный до силикон я на всякий случай одну штучку возьму в роддом пригодится хорошо не пригодится и ладно то есть это на всякий случай и я возьму с собой еще детское жидкое мыло она тоже 0 плюс тоже для малыша фирма на пик лап это самые основные товары которые понадобятся в роддоме и очень удобно то что один бренд перекрывает потребности и мамы и малыша на не почему выбрали именно этот бренд качество хорошее и удобно на один на одном сайте зашел заказал и сразу кучей все привезли не надо по разным бегать все вместе и то что все что нужно все что тебе нужно было все сразу можно было заказать удобно и то что японское сырье используется не ну качество хорошее он пеленка очень приятно ладно давайте мы сейчас с вами все это разложим по трем сумкам и я вам покажу что я еще беру дополнительно с собой в роддом так начинаем собирать сумку в родильное отделение здесь некоторые товары да некоторые товары например памперсы пеленки в родильном отделении они вам не понадобятся в таком количестве поэтому я распределю это на две сумки например памперсы в родильное отделение я беру пару штучек дальше они вам там уже не понадобятся и заодно покажу вам качество этого памперса вот он на пекла премиум качество японское сырье очень мягкие липучки резиночки хорошо тянутся вот прям для новорожденных деток я возьму с собой пару штучек у меня специальные пакетики на валдересе заказала я просто туда кладу два памперса и складываю это сумочку а дальше гигиенические трусики это уже для мамы тоже вся пачка в родильном отделении мне не понадобится поэтому я возьму пару штук можно даже в пакет не складывать давайте кстати их откроем тоже посмотрим раз уж я вам их показываю они в индивидуальной упаковке что каждая конечно каждый штучка в индивидуальной упаковке вот такие трусики то есть для них уже не нужна прокладка такой цвет прикольный розовенький для них не нужна прокладка потому что они уже идут впитывающие очень мягкая резинка прям реально нереально мягко мягкие резиночки я с собой возьму пару штук так получается двое трусиков пеленки одноразовые тоже распределю пол пачки возьму в родильное отделение пол пачки после родовое если вдруг мне не хватит пеленок там муж уже может довести тоже такие смотрите гламурные такие вот такая пеленочка 60 на 60 очень мягкая на ощупь а пеленки понадобятся не только малышу но и маме тоже в родильном отделении об этом говорят все акушеры так вот тут этот пакетик наверное не подойдет него в общем пеленки дальше что мы еще с берем в родильное отделение значит обязательно я беру с собой бальзам для губ но можно гигиеническую помаду у меня это будет обычный бипонтен чтобы губы не сохли потом я беру влажную туалетную бумагу с собой что я еще беру обязательно тапочки они должны быть резиновые мало ли душ там сходить или еще что то потом я беру с собой перекус это может быть что угодно у меня это будут галеты и обычная шоколадка хотя не на первых не на вторых родах перекус мне не пригодился и я беру с собой водичку еще я специально заказала сорочку для беременных и наборчик здесь и халат и сорочка тоже для того чтобы удобно было кормить малыша я вам ставлю картиночку как это все выглядит это я тоже беру с собой нет смотрите я беру с собой сорочку в родильное отделение халат я уже положу после родовое а для малыша я возьму из одежды и два чепчика бодик один потом я возьму носочки теплые антицарапки и слипик один то есть это будет у меня в родильном отделении и в родовую сумку после родовую сумку я положу еще комплект и еще все акушер и гинекологи рекомендуют с собой обязательно взять одну или две пары обычных хлопчатобумажных носочков это для мамы ну и понятно еще с собой обязательно берем документ телефон зарядка но это такая такие основные вещи которые я думаю что просто невозможно забыть в общем вот эта сумочка такая небольшая она с нами в родильное отделение отправляется сумка которая уже после родов с которой нас переведут в палату она видите уже такая большая туда там уже пригодится намного больше вещей туда мы берем пленки одноразовые обязательно упаковку подгузников сюда я кладу оставшиеся гигиенические трусики и на всякий случай я еще беру с собой специальные прокладки впитывающие это послеродовые они крепятся на обычные трусики дальше я обязательно беру вкладыши для груди обязательно салфетки для малыша важные два полотенца большое и маленькое халат и сорочку родильное отделение я взяла тапочки моющиеся в палату я уже возьму обычные домашние тапочки дальше я с собой беру ну понятно какие-то свои личные вещи у меня это будут вот такие бюстгальтеры для кормления специально для мамы я беру с собой три штучки они очень удобные тут специально все продумано для того чтобы было удобно кормить малыша это все чистый хлопок вот я беру три штучки получается ну и понятно носочки трусики все что необходимо для обычного человека потом берем пеленочки для малыша и я взяла еще несколько комплектов одежды для малыша тут ботики у меня слив и распашонки и чепчики потому что в разных домах все по-разному где-то это пригождается где-то не пригождается я на всякий случай возьму ну и вообще в своей одежде приятели ходить дальше что мы берем мы берем гель для подмывания малыша обязательно беру с собой крем под подгузник и я беру с собой еще детское мыло для малыша бой на всякий случай вот такую соску пустышку это страна-производитель япония стопроцентный силикон ее я конечно обязательно перед применением прокипячу так это получается вторая сумка словишь еще забыла в большую сумку я положу ручной молокоотсос это на всякий случай потому что мне не пригодится но вроде как все девчонки берут и я возьму я просто переложила из этой коробки необходимо что мне понадобится да то есть бутылочку ой соску вот это все убрала чтобы она мне там не понадобится и тоже возьму с собой в роддом ну и третья сумочка это чисто ваши какие-то личные вещи то есть обычный шампунь там гель для душа я взяла на один раз расчески понятно резинки маникюрные наборы щетка паста я беру еще день для интимной гигиены также я с собой беру бипантен это мой любимый крем он получается от трещин на сосках ну и плюс его еще тоже можно под подгузник если что пустить так и я для малыша еще в эту косметичку положу ватные палочки и ватные диски и маленькую пачку влажных салфеток возьму на всякий случай тоже для малыша это получается у нас маленькая такая 3 сумочка тире косметичка в общем вот такие три сумки я беру с собой хорошо что тащить их нужно не мне а мужу иначе я просто их не дотащу а если я что-то забыла пожалуйста напишите мне в комментариях может я еще успею доложить но вроде все необходимое взяли да вот такие три сумки у меня получились девчонки если кому-то надо на бренд на пик лап скидку я оставлю под роликом промокод и там вас будет ждать хорошая скидочка в размере 750 рублей на первый заказ всем пока пока